Приказами здраво-россии 422 Н утвержден порядок оказания медицинской помощи по профилю челюстно-лицевая хирургия. Данный порядок устанавливает правила организации оказания медицинской помощи как взрослым, так и детям при заболеваниях челюстно-лицевой области. Первичная специализированная медико-санитарная помощь по данному профилю оказывается врачом челюстно-лицевым хирургом, а в случае в отсутствии стоматологом-хирургом, хирургом, но прошедшими обучение по дополнительным программам в части особенностей оказания медицинской помощи взрослым при заболеваниях челюстно-лицевой области. А также стоматологом-детским, детским хирургом, прошедшими дополнительное обучение в части особенностей оказания медицинской помощи детям при данных заболеваниях. После оказания специализированной медико-санитарной помощи в стационарных условиях при наличии медицинских показаний пациент будет направляться не только к врачу-челюстно-лицевому хирургу, но и при его отсутствии к стоматологу-хирургу, хирургу, врачу-стоматологу-детскому, детскому-хирургу для дальнейшего наблюдения и лечения в амбулаторных условиях. В порядке определены медицинские показания к оказанию скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. Воспалительные заболевания и повреждения слюнных желез. Медицинская помощь оказывается с учетом стандартов медицинской помощи на основе клинических рекомендаций. При вероятности возникновения болевых ощущений во время медицинских манипуляций, они должны проводиться с обезболиванием. При выявлении симптомов онкологического заболевания пациент направляется к онкологу. Могут применяться телемедицинские технологии для проведения консультаций и консилиумов. Представлены правила организации деятельности кабинета врача челюстно-лицевого хирурга для взрослых и детей. Замечательно то, что Минздрав России, видимо, осознал пагубность вступления порядков через 10 дней после их опубликования. Поэтому данный порядок вступает в силу с 1 января 2020 года. А это значит, что у медицинских организаций есть еще 4 месяца, чтобы привести свою медицинскую деятельность в соответствии с его требованиями. Субтитры создавал DimaTorzok